На Беларусь 4 программа де-факто. Мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Вооруженное нападение в Гомеле. В одном из троллейбусов оперативники попытались задержать 24-летнего местного жителя, который числился в розыске. В ответ парень оказал яростное сопротивление. Пожар на пилораме. В Гомельском районе спасатели тушили возгорание в одном из цехов. Огонь мог перекинуться и на соседнее строение. Прибыльный трактор. Механизатор одного из сельхозпредприятий Рогачевского района за год похитил более 3000 литров дизеля. Чтобы не платить сборы, они ставили поддельные штампы о пройденном тихосмотре. В Гомеле осудили автовладельцев с фиктивными документами. Кто попался на подделки и чем это грозит, разбирались наши корреспонденты. А также почему велосипеды все чаще попадаются в сводки милиции и как защитить свой двухколесный транспорт. Поговорим с экспертом. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайные ситуации. Гомельчанин, осужденный за наркотики и хулиганство, с ножом напал на троих милиционеров. Задержать молодого человека, который сбежал из колонии поселения, оперативники пытались в троллейбусе. Однако местный житель оказал сопротивление, нанес правоохранителям ножевые ранения и бросился бежать. Нападавший пытался скрыться, перепылыв сожа, затем несколько часов прятался в воде. При задержании он получил огнестрельное ранение в ногу и сейчас находится в больнице. Правоохранители просят откликнуться свидетелей происшествия, чтобы восстановить полную картину преступления. Более полусотни спасателей и 16 спецмашин. В деревне Уза на Пелораме произошел пожар. Огонь из-за сильного ветра грозил перекинуться на соседнее строение, а также лес. К моменту прибытия первых подразделений МЧС пожар охватил уже 500 квадратных метров территории предприятия. Пламя поднималось высоко в небо. К счастью, все рабочие успели покинуть территорию и не пострадали. Возгорание удалось ликвидировать. С огнем пришлось бороться и в Гомеле. Инцидент произошел на улице 50 лет завода Гомсельмаш. В одной из девяти этажек горела квартира. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Двое граждан Молдовы пытались незаконно пересечь границы под тюками с одеждой. Нарушителей в автомобиле Мерседес обнаружили мозыльские пограничники. Водителю, который хотел заработать на нелегальных попутчиках, теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Его соотечественники задержаны до установления личности. Более трех тысяч литров похищенного дизельного топлива найдено у механизатора одного из предприятий Рогачевского района. Украденное мужчина хранил во дворе своего дома. Всего было найдено 22 канистры, 8 бочек и 7 металлических баков различной емкости с похищенным дизелем. Общая стоимость обнаруженного составила 3,5 тысячи белорусских рублей. Со слов подозреваемого, топлив он похищал закрепленного за ним трактора МТЗ с мая прошлого года. Подозреваемый задержан. Еще один водитель попытался избежать административного наказания и предложил взятку сотруднику ГАИ. Инцидент произошел на территории Прутковского рынка. Выпивший пенсионер при развороте врезался в стену торговых рядов и прилавки. Прибывшим на место ДТП сотрудникам ГАИ мужчина предлагал деньги. Исход закономерен. Возбуждено уголовное дело. Трагедии едва не случилось на пересечении улиц Первомайская-Барташова в Жлобине. Там под колеса москвича попал трехлетний мальчик. На дороге ребенок оказался внезапно. Он, гуляя с мамой, вырвался и выбежал на перекресток. В результате наезда мальчик с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Не платить дорожные сборы, при этом избежать штрафов. Подделки о прохождении технического осмотра все чаще выявляют на дорогах региона. Водителей не останавливает даже страх уголовной ответственности. Кто идет на такой риск и чем это заканчивается в нашем следующем сюжете. С начала 2014 года в Беларуси заработал так называемый транспортный налог. Это существенно увеличило расходы на содержание автомобиля. Некоторые, чтобы избежать этих трат или просто из принципа, попросту решили не проходить техосмотр и не платить таким образом пошлину. Такие автовладельцы рискуют попасться при первой же остановке машины сотрудниками госавтоинспекции. Другая часть пожелавших сэкономить пошла и вовсе на отчаянный шаг. Поддельный штамп о прохождении гостехосмотра. Ну я купил машину и как бы нужно было проходить техосмотр. Мой один знакомый предложил пройти техосмотр, то есть без предоставления машины на техстанцию. Согласился, отдал человеку на тот момент 100 рублей. Я ехал со стороны Добруша в сторону Гомеля. И на переезде меня остановили сотрудники ГАИ. Попросили придавить документы. Я придавил документы. Он посмотрел их и сказал, что у нас есть подозрение, что печати в вашем сертификате прохождения техосмотра поддельные. Только за последних несколько месяцев сотрудниками областной госавтоинспекции выявлено более сотни подозрительных сертификатов. Такие документы попадают на проверку в Государственный комитет судебных экспертиз. На последнее время к нам в отдел поступило большое количество экспертиз по поддельным отецкам штампов. Следует отметить то, что установить поддельный отец или нет, для нас не составляет большого труда. У нас имеется все необходимое оборудование. Также мы обладаем достаточным количеством знаний, чтобы установить поддельный отец или нет, а также установить, каким именно отецкам он оставлен. Из последних проведенных экспертиз практически 99% штампов были поддельными. Первый поддельный сертификат попал в руки сотрудников Будокошелевского РОВД еще в ноябре прошлого года. Оперативникам удалось установить предприимчивого умельца. Им оказался ранее несудимый 27-летний гомельчанин, работавший водителем в одной из частных фирм. Вместе с ним задержано еще 6 человек-посредников. Сотрудниками областного аппарата уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить масштабную сеть по изготовлению недействительных техосмотров, которая действовала на территории Гомельской области. В настоящее время возбуждено около 60 уголовных дел по факту использования гражданами поддельных документов, а также более 20 уголовных дел коррупционной направленности. Еще более 40 материалов направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовных дел. В настоящее время 7 человек осуждены и понесли соответствующее наказание. Все попавшиеся автовладельцы признают, они знали, что нарушают закон. Однако вряд ли осознавали полностью его последствия. Ну я пришел в суд, для меня это было первый раз. Судья унес приговор. 300 базовых за использование фальшивых документов. Проблему подделок удастся решить, как только госавтоинспекция получит доступ к базе Белтехосмотра и решится вопрос с быстрым ее обновлением. После этого инспектор, остановив машину, сможет сразу увидеть, есть ли у нее действующий техосмотр. И тогда предъявление водителям поддельного сертификата будет бессмысленным. Сейчас же проверить свои подозрения инспектор может только с помощью звонка по мобильному телефону. За 4 месяца нынешнего года на территории Гомельской области было зарегистрировано более 1200 жилищных краж. Из них каждая десятая так называемая дачная, то есть совершенная за пределами города. По статистике правоохранительных органов, в половине таких случаев подозреваемого в совершении преступления найти не удается. О том, как защитить свое имущество на дачном участке и поломать планы грабителю, сюжет Натальи Игнатенко. У семьи Походиных дачный участок под Гомелем лет 30. На нескольких сотках пенсионеры выращивают все для собственных нужд. На вопрос, как защитить свой участок от непрошенных гостей, Антонина Ивановна откровенно отвечает. Как защитить можно? Ну никак. Окна вообще не за это саны, не за решетишь и вообще. У нас через окно залезли к нам. Взяли велосипеды два, освободили холодильник полностью был у нас забитый продуктами, сумку нашу взяли, наш велосипед сели и уехали. Ну конечно неприятно, даже неприятно было бы касаться к этим, к холодильнику подходить. И так вот затоколотило, затросло мне, что вот как так можно? А на этих фотографиях то, что увидели владельцы нескольких дачных домов, расположенных около деревни Лиски Речицкого района. С заявлением в милицию тогда обратились более 20 человек. Найти вора помогли оставленные улики. Его личность установили по базам Госкомитета судебных экспертиз. Квалифицированных именно воров, которые специализированы на даче, попадается очень мало. В основном это лица, злоупотребляющие спиртными напитками, которые шатаются по даче, выискивают то, что лежит без хоза, там где нет хозяевов, присматривают. Было в рочище кленки. Злоумышленник, забравшись на дачу, нашел там спиртное, которое там же и распил. Мы при этом не снимок уйти из территории дачи, остался спать за госпостройкой, где был впоследствии обнаружен, когда мы приехали. В принципе, он нам помог, сделал медвежью услугу, остался на месте, говорится. По статистике, большинство хищений на дачных участках случается в зимние месяцы. Как правило, хозяева реже навещают загородный дом. А значит, и пропажу владельца имущества обнаруживают далеко не сразу. Найти и наказать злоумышленника в этом случае, оказывается, не так просто. Люди, приезжая на место, не сразу же обнаруживают пропажу каких-то вещей. В процессе бытности там на месте обнаруживают пропавшую вещь и начинают сразу искать сами. В надежде на то, что куда-то неудачно положили, неудачно спрятали. А когда уже понимают, что действительно их обворовали и начинают обращаться в милицию, то, во-первых, сами оставили очень много следов и отпечатков, которые, естественно, препятствуют хорошему началу осмотра жилища, осмотра места происшествия. Ну и как итог, конечно, результат, значит, не раскрытия данных преступлений. Обезопасить дачу от непрошенных гостей помогут простые, но действенные способы. Дача – тот же частный дом, поэтому для ее защиты действуют те же правила. Специалисты советуют устанавливать врезной замок. Навесной аналог сразу скажет злоумышленнику, что в доме никого нет. Также можно усилить дверную коробку, обнести приусадебный участок высоким забором, установить табличку предупреждения о наличии злой собаки или подключиться к системе «Умный дом». Никогда не помешает сохранять добрососедские отношения. И все же, так или иначе, но самым надежным способом будет забрать ценные вещи домой. Наталья Игнатенко, Александр Харлампов. Специально для программы «Де-факто». Сохранить свое имущество порой весьма сложно не только на дачных участках, но и в городе. Возьмем, например, велосипеды. Ведь в последнее время здоровый образ жизни вошел в моду. Его стараются придерживаться очень многие. Они используют велосипед в качестве средства передвижения. Это освобождает от необходимости искать место для парковки, тратить деньги на топливо и терять время в дорожных пробках, а также заторах. Однако лишиться этого вида транспорта достаточно легко. Насколько актуальна тема краж велосипедов в нашем регионе и как этого избежать? Об этом поговорим с заместителем начальника УВД Гомельского облсполкома, начальником милиции общественной безопасности Анатолием Анатольевичем Васильевым. Анатолий Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, Алексей. Анатолий Анатольевич, много ли желающих покуситься на чужое двухколесное средство передвижения? Модный тренд на здоровый образ жизни заметили и сотрудники правоохранительных органов. Только в 2016 году на территории области было зарегистрировано более 500 фактов краж велосипедов. В 2017 году, благодаря проведенной профилактической работе, таких краж уже зарегистрировано 425. И за 4 месяца этого года таких краж зарегистрировано 79. Снижение составило более 25%. Но если изучить оперативную сводку только за вчерашний день, на территории области зарегистрировано 3 кражи велосипедов. Две на территории города Ветки и одна на территории советского района города Гомеля. Хотелось бы сразу отметить, что действительно, прав был Фрэнсис Бэкон, когда говорил возможность украсть, рождая и твора. И по всем этим трех фактам можно смело сказать, в первую очередь они были совершены по вине самих владельцев своих двухколесных друзей. Только за сутки 3 кражи велосипеда. Нашли ли вора? Вы знаете, на сегодняшнее утро, к нашему сожалению, пока преступники не установлены. Но эта работа сотрудниками милиции продолжается ежесуточно, круглосуточно в режиме. За вчерашние сутки была раскрыта кража прошлых дней в Будокошелевском районе, когда гражданин похитил 2 велосипеда. Один из них продал за 40 рублей неизвестному жителю в городе Гомеле. Поэтому, обращаясь к нашим телезрителям, я бы хотел напомнить, что у нас в уголовном кодексе существует статья 236 «Сбыт или приобретение похищенного». Лишение свободы предусматривает до 6 лет. Уважаемые телезрители, если к вам кто-то подходит на улицы и предлагает абсолютно новый велосипед купить за 40 рублей, вы, пожалуйста, задумайтесь и наберите телефон 102. Мы можем обаяково относиться к имуществу неизвестных нам людей, но, по большому счету, этот велосипед может принадлежать похищенный также вашим родственникам, родным и близким. Где чаще всего происходит кража? Вы знаете, можно тут и разбить данное явление по сезонности. В осенне-зимне-весенний период, когда еще лежит снег, слякоть, всех двухколесных друзей, свои владельцы, соответственно, ставят места общего пользования на лестничных площадках, бывших помещениях мусоропроводов и о них забывают. Преступники не спят. Мы с вами работаем, соответственно, они тоже работают, они видят эту ситуацию и, соответственно, совершают кражи с этих мусоропроводов и мест массового пользования, которые абсолютно не приспособлены для хранения велосипедов. Поэтому тут бы хотелось обратиться ко всем владельцам двухколесных своих друзей по следующему вопросу. В административном кодексе существует статья 21.16 нарушение правил содержания жилых помещений, где предусмотрена административная ответственность на физических лиц до 30 базовых величин за загромождение и захламление вот таких вот мест общего пользования. Мы должны в первую очередь руководствоваться, что в эти места общего пользования должен быть беспрепятственно обеспечен доступ МЧС, соответственно, в случае необходимости других экстренных служб. То есть оставил, собственно, велосипед на лестничной площадке, это не только шанс вору его украсть, но также еще и захламление, собственно, лестничной площадки. Да, абсолютно верно. И самое главное, вот мы изучаем, вот опять-таки смотрим телевизор, внимательно изучаем интернет, ситуация, которая у наших восточных соседей в Российской Федерации происходит. Посмотрите, сколько происходит чрезвычайных происшествий в связи с тем, что экстренные службы не могут своевременно прибыть, и, соответственно, экстренные службы не могут начать работать, сколько человеческих жертв. Можно ли защитить велосипеды, когда вот пристегнул специальным тросом к какому-то столбу, забору? Помогает ли это? Конечно. Алексей, давайте представим, мы с вами два правонарушителя, стоит два велосипеда, один пристегнутый замком на тросике металлическом, второй стоит просто возле дерева. Какой мы с вами выберем велосипед? Конечно, похитить мы выберем тот велосипед, который не пристегнут, который сел и поехал. Сейчас ведется большая работа по постановке велосипедов на учет. Помогает ли это, и что получает гражданин? Абсолютно верно, Алексей. Это ноу-хау УВД Гомельского облсполкома, база данных АИС «Велосипед». На сегодня в базе данных находится информация о более чем 200 тысяч владельцев велосипедов. Сама процедура эта делается абсолютно на безвозмездной основе. Любому милиционеру, владелец велосипеда, даже если увидит его на улице, праве подойти и сказать, уважаемый товарищ милиционер, я хочу поставить свой велосипед на учет. Милиционер в течение 3-4 минут заполнит соответствующий бланк, и автоматически это значит, что велосипед будет поставлен на учет. Более того, в круглосуточном режиме у нас работают оперативно-дежурные службы. Эта процедура также займет 3-4 минуты. Просто владельцу велосипеда с документами на велосипед необходимо прийти, и милиционер сверит инвентарный номер, соответственно, занесет необходимые данные, выдаст соответствующую наклейку, что велосипед поставлен на учет. И для чего это в первую очередь делается? Буквально на днях, соответственно, территория границы Гомельского, Добружского района, сотрудниками милиции был остановлен гражданин, который передвигался на велосипеде. При проверке по базе данных было установлено, что этот велосипед похищен. Такие факты у нас не единичны. Буквально несколько лет тому назад на территории Хойницкого района также был задержан гражданин, который пояснил, у кого он приобрел этот похищенный велосипед, благодаря грамотных действий оперативных работников были установлены виновные, который был причастен к краже более чем 20 велосипедов. Еще раз обращаясь к нашим телезрителям, хочу сказать, что эта процедура абсолютно безвозмездная, но она позволит обезопасить себя и в случае совершения, не дай бог в отношении вас, правонарушения быстро установить преступника. В некоторых местах массового скопления людей в Гомеле появились видеокамеры. Их достаточно много. Насколько эффективно данное средство и будут ли ставить видеокамеры в других городах Гомельской области? Алексей, абсолютно верно. 527-й указ президента Республики Беларусь действительно не то, что рекомендует, а обязывает всех руководителей в местах массового отдыха граждан, в местах массового посещения, ряд других объектов, соответственно, выбран в обязательном порядке оборудовать системой видеонаблюдения эти помещения. На сегодняшний день более 4 тысяч у нас объектов оборудованы системой видеонаблюдения. Хочу следующий положительный тренд отметить, который у нас в первую очередь касается города Гомеля и других крупных городов, как Мозырь, Светлогорск. Все новостройки проходят собрания, соответственно, новых жильцов. Сотрудники милиции, ЖКХ принимают участие в этих собраниях и рекомендуют обязательно установить камеры видеонаблюдения. С учетом тех налогов, тех сборов, что производит председатель ЖСК, фактически на 40-50 квартир разбить стоимость двух-трех видеокамер нормального разрешения, это действительно минимальная сумма, которая может позволить себе каждый владелец жилья. Но самое главное, эффект очень значительный. Если мы опять-таки обратимся к изучению оперативной сводки в текущем году, фактически каждый день, нет ни дня, чтобы не раскрывались преступления с помощью системы видеонаблюдения. Всего с начала года раскрыто более 150 преступлений с помощью системы видеонаблюдения. Какие места в Гомеле полностью перекрыты системами видеонаблюдения? Знаете, я хочу тут сказать слова благодарности руководству Гомельского областного исполнительного комитета. Такое криминогенное место, как привокзальная площадь, вы сами понимаете, очень много, мало того, что жителей Гомельщины, также гостей нашего областного центра. Вот уже полностью привокзальная площадь, все подходы к ней перекрыты современной системой видеонаблюдения. Я назвал вам цифру, сколько преступлений раскрыто с помощью системы видеонаблюдения. А никто, даже те, кто производит научные соответствующие исследования, не может называть цифру, сколько предупреждено преступлений, потому что потенциальный правонарушитель знает, что это место оборудовано системой видеонаблюдения, и, соответственно, это его дисциплинирует, и он правонарушения не совершает. Собственно, в продолжении темы камер. Очень часто в интернете появляются статьи, где милиция просит разыскать граждан того или иного вора, который попал в объектив камеры. Помогает ли это? Абсолютно с вами согласен. И тут я хочу обратиться к нашим, ко всем телезрителям, и тем, кто нам уже помог раскрыть не одно преступление, выразить слово благодарности, и кто намерен это помочь. Большое вам спасибо, уважаемые телезрители, за вашу гражданскую позицию. С начала текущего года 10 информаций разместили мы. По пяти информациям нам, соответственно, поступила информация, кто совершил преступление. Вот приведу только февральский пример. Одна молодая особа, но уже настроенная на совершение правонарушений, принял решение с банкомата похитить денежные средства своего знакомого. Сотрудники милиции, соответственно, в интернете разместили видео. И спустя некоторое время учителя, хочу отметить, опять-таки, настолько тесное взаимодействие у нас налажено с управлением образования и с преподавательским составом всех школ, и о чем также свидетельствуют и сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Учителя познали свою бывшую ученицу, позвонили по контактному телефону и сообщили все ее данные. Преступница была задержана, возбуждена на уголовное дело. Анатолий Анатольевич, в целом, можем ли мы говорить о том, что краж в регионе стала меньше? Что говорят цифры? Абсолютно верно. Существует статистика. Статистика – упрямая вещь. По состоянию на 1 мая количество краж в регионе в нашем сократилось более чем на 20%. Чем это вызвано? Это, конечно, вызвано в первую очередь тем, что сотрудники милиции совместно с заинтересованными проводят высокоточную индивидуальную профилактическую работу. Нас, благодаря вам, благодаря средств массовой информации, нас больше слышит население. Население само принимает меры по защите своего имущества. Но однозначно бы хотелось, чтобы все-таки население еще больше стало бы беречь свое имущество. А если преступление совершено, не думали ни сутки, ни двое, ни три, а сразу незамедлительно информировали по телефону 120 сотрудников милиции, чем раньше будет получена информация, тем больше вероятность, что по горячим следам мы раскроем преступление. Анатолий Анатольевич, спасибо большое за информацию. Напомню, в студии программы «Дефакто» вместе с заместителем начальника ОВД Гомельского облсполкома, начальником милиции и общественной безопасности Анатолием Анатольевичем Васильевым мы обсуждали вопросы, касающиеся краж, в особенности воровства велосипедов. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Болельщики краковского клуба «Висла» во время поединка против команды из Познани бурно поддерживали своих спортсменов, в том числе с помощью фаеров. Они также вывесили на трибуне стадиона плакат «Мы никогда не сгорим» и случайно сожгли его. Судья был вынужден остановить игру. К месту инцидента экстренно прибыли пожарные, которые потушили огонь. Полиция американского города Фресна поймала вора, который в течение трех ночей выносил ценное оборудование из одного из офисных зданий. А попался парень, потому что слишком рано обрадовался своему идеальному преступлению. Подозрительного молодого человека, выходящего рано утром с большими дорожными сумками из здания офиса, полицейские задержали на выяснении обстоятельств. У парня нашли краденый ноутбук и связку ключей. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка поняли – дело раскрыто. На видео вор, впечатленный своей добычей, не удержался и исполнил победный танец, повернувшись лицом прямо в камеру. Два велосипедиста из Волта-Редонды решили проехать по железнодорожному туннелю. Однако, реализуя задуманное, вовремя заметили несущийся из темноты поезд. В панике они попытались спастись. Один на велосипеде, а второй бегом, бросив своего стального друга в темноте. Обоим повезло, и смельчаки выбрались из туннеля за несколько секунд до появления локомотива. В аэропорту китайского города совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Сычуаньские авиалинии». Причиной посадки самолета стало разбившееся стекло в кабине пилотов. Никто из пассажиров не пострадал. Однако второй пилот и еще один член экипажа получили травмы. В сети размещены кадры трагедии, произошедшие во время выступления оркестра в китайской провинции Хэнянь. Металлическая конструкция, на которой было закреплено осветительное оборудование, внезапно рухнуло прямо на музыкантов. В результате инцидента один человек погиб, еще пять получили травмы. В Индонезии проснулся вулкан Мерапи. Местные жители и туристы, находившиеся в радиусе 5 километров от вулкана, были вынуждены эвакуироваться. В 2010 году оживший Мерапи, самый активный вулкан в Индонезии, унес жизни более 300 человек. По официальным данным, новое извержение было не таким опасным. В Ярославле горел склад с краской. Столб дыма был виден во всех частях города. В тушении задействовали несколько пожарных расчетов. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности. Участок строящейся эстакады рухнул в индийском штате Уттар-Прадеш. В результате погибли по меньшей мере 16 человек. Многие оказались под завалами. Как сообщили очевидцы, под завалы попали главным образом строители и случайные прохожие. Обломки эстакады также повредили несколько автомобилей. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Алексей Немкевич, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова